друзья всем привет с вами роман ястреб в этом ролике мы с вами изучим процессоры intel которые у нас сейчас установлены во всех компьютерах mac apple пока только с intel работает вот для чего это необходимо мне очень много задается вопросов по поводу рекомендаций что купить из компьютеров mac и как мы знаем процессор это сердце компьютера и это сердце подбирается под определенные конкретные задачи то есть нельзя требовать от легковой автомобилей от легковых автомобилей да там проходимости как внедорожников с процессорами точно также поэтому я сделал простой ролик ну как просто простой я сделал его простым для вас с понятными расшифровками мы сейчас изучим всю теорию кратко и простым языком без всяких сложных нюансов вот мы с вами изучим номера поколение где смотреть каждая что цифра значит суффиксы что обозначает каждый из этих суффиксов вот чтобы вы понимали под какие задачи вам покупать конкретный процессор особенно если это связано с был рынком то есть если с новыми поколениями процессорами там ну как бы выбор невелик всех берут более-менее последнее поколение то с бушным рынком нужно понимать что каждый процессор из этого даст чтобы мы понимали что и не разочаровались в покупке когда мы возьмем компьютер mac а потом поймем что ну этот процессор не тянет поэтому данный ролик будет вам такой ну как бы служить пользой в том что чтобы вы понимали что в процессоре означает каждая буква каждая цифра каждый суффикс и могли спокойно этой инструкции пользоваться так что давайте не будем затягивать и поехали и так друзья давайте определимся какой процессор подойдет под ваши задачи сейчас в будущем или на апгрейд в будущем поскольку apple пока не планирует менять intel на md мы сегодня будем обсуждать только процессора intel и в конце ролика будет вам небольшой подарок от ястреба поехали друзья но перед тем как мы начнем спонсор выпуска pdf элемент это тот момент когда ты сам пользуешься приложением и с удовольствием но можешь его порекомендовать хорошее качественное приложение полностью русифицированная pdf формат все документы у вас читает будете редактировать если вам не на необходимо какие-то делать правки пометки даже если вам от сканированный документ отправляет очень удобно очень классно то есть соответственно очень функционально никаких глюков у программы нет ну то есть просто молодцы разработчики сразу все оптимизировали под mac os для начала нам необходимо изучить кратко теорию чтобы понимать важнейшие фишки процессоров чтобы мы осознавали что это такое и нахрена эта фишка нужна вообще и так начнем первое количество ядер самое первое на что обращают внимание пользователи это на данную цифру данная цифра показывает сколько физических процессоров скрывается внутри чипа чем больше ядер тем производительный процессор идем дальше гипертрейдинг вы можете спросить что это за страшные слова в яндекс переводчики и он вам покажет гиперпродевать нитку спасибо яндекс сразу стало все понятно но дословно это переводится следующим образом гипер сверх трейдинг многопоточность можно просто запомнить одно слово многопоточность что это значит эта технология позволяющая разделять ресурсы физического ядра на несколько потоков зачастую это два в будущем возможно будет больше или меньше хрен кто его знает то есть физическое ядро разделяется на два потока и они работают одновременно с целью увеличить производительность таким образом если у двухъядерного процессора имеется функция гипертрейдинг то есть многопоточность это значит что процессор в системе будет видеться как четырех ядерный под mac os или windows вот и все ну и логически понятно если процессор четырех ядерный и имеет фишку гипертрейдинг то он будет восьми поточный а это значит системе он будет определяться как восьми ядерный но также стоит упомянуть что не все процессоры имеют данную функцию поэтому если данной фишки нет примеру у 4 ядерного процессора то по факту одно ядро имеет один поток и он определяется как 4 ядерный тут правило такое больше потоков больше производительность идем дальше третье тактовая частота о все про нее везде на каждом месте говорят просто со словом частота нужно вспоминать слово скорость как из фильма с киану ривзом скорость измеряется скорость в процессорах гигагерцах в целом можно сказать так чем выше частота процессора тем производительный процессор в задачах но это не единственный критерий отражающий быстродействие процессора мы сейчас изучим остальные критерии далее правило тут такое же чем выше скорость то есть гигагерц в процессоре тем производительнее сам процессор turbo boost или turbo повышение частоты то есть принудительное повышение скорости процессора что это за технологии эта технология позволяющая поднять максимальную частоту работы процессора при высоких нагрузках в ресурсоемких задачах и тут тоже все просто чем выше turbo boost тем выше производительность но надо сказать что данный показатель зачастую в компьютерах особенно в макбуках не постоянный с повышением частоты процессора увеличивается у него и температура и чтобы система не перегревалась компьютер сбрасывает turbo boost и тем самым производительность падает данный показатель важный но не основной так как данному показателю необходимо соответствующая система охлаждения поэтому первичный показатель это штатная тактовая частота процессора а не turbo boost но он тоже важен 5 кэш память это объем быстродействующей памяти являющейся составной частью процессора она позволяет ускорить обработку часто используемых данных тут все просто чем кэш память выше особенно третьего уровня тем лучше и производительный процессор tdp ешь тебе дери как говорит google переводчик все просто это тепловая мощность то есть это значение показывающее максимальное количество тепла которое необходимо отводить от процессора для обеспечения нормального температурного режима его работы зачастую чем выше значение тем производительнее процессор и тем он горячее система охлаждения должна справляться с такой мощностью процессора если же система охлаждения друзья не справляется с выводом тепла то у процессора возникает троттлинг а троттлинг переводится как простой механизм защиты процессора от термических повреждений при перегреве системы все поэтому мы столько и говорили про макбуки новых поколений что значит там типа процессор это мощный но бесполезный из-за системы охлаждения так как она не справляется с выводом тепла исходящего из процессора поэтому они троттлили а значит скорость работы падала а значит в итоге покупатель переплачивал за то что никогда не использует так как система глушит мощь чтобы не умер компьютер поэтому apple и прислушалась к сообществу и улучшила вывод тепла в новых макбуках 16 дюймов чтобы не возникал такой сильный троттлинг системы и у чтобы у пользователей не возникало желания использовать макбуки в холодильниках и седьмое расчетная мощность этот параметр важен так как он показывает мощность процессора intel в целом что это значит чем показатель выше тем выше производительность тем выше тепло тем круче должна быть система охлаждения если вы будете сравнивать процессоры с расчетной мощностью 7 ватт и 45 ватт до 2 который 45 ваттник будет мощнее с развитием технологий и фишек этот показатель энергопотребления будет уменьшаться а производительность увеличивается но на сегодня пока общее правило такое на процессорах intel чем выше расчетная мощность тем выше и производительность только также и не будем забывать о поколении процессора и его доп фишках но это я вам расскажу сейчас чуть позже друзья ну все теорию объяснили поехали разбирать этот сложный шифр процессора и так первое слово intel что же это такое а это производитель не непосредственно процессора как же я мог забыть дальше идет core или xeon часто встречающихся в компьютерах mac это у нас марка или линейка процессора все очень просто core это потребительский популярный сегмент xeon это серверные серьезные такие процессы серверные процессоры отличаются своими дополнительными преимуществами в виде первое увеличенным объемом кэш памяти что отражается на производительности поэтому они предпочтительнее для ресурсоемких приложений друзья второе поддержка и си си что это такое высокая скорость и большой объем оперативной памяти повышает вероятность возникновения программных ошибок в серверах работающих круглые сутки по несколько лет ошибки друзья просто недопустимы для их исправления используется технология error correction code эффективность которой составляет 99 целых девятьсот восемьдесят восемь тысячный процента поэтому данная оперативка очень крутая третье расчетная тепловая мощность то есть tdp по сути это энергопотребление процессора при максимальной нагрузке xeon и как правило имеют меньший тепловой пакет и более умные алгоритмы энергосбережения что в итоге приводит к меньшим счетам за электричество и более эффективному охлаждению четвертое поддержка интелл транзакционал синхронизация экстеншен с ней инструкция ну понятно вам не понял ну очень интересно я такое точно не выговорил эта фишка подразумевает под собой надстройку над системой работы с кэшем процессора оптимизирующую среду исполнения многопоточных приложений наборы инструкции позволяют более эффективно реализовать работу с big data и с базами данных в случаях когда множество потоков обращаются к одним и тем же данным и возникают ситуации блокировки потоков короче говоря xeon и друзья более производительные в ресурсоемких приложений эти процессоры рассчитаны на профессиональные задачи крупного уровня и . и это только малая часть того что в них есть далее идет это модификатор марки а и 3 и 5 и 7 и 9 скажу друзья сразу почему я считаю сильно на этот параметр не обращать внимание поскольку процессор а и 5 в макбуке и процессор а и 5 в аймаке не одно и тоже так же как и процессор а и 5 2013 года не одно и то же что ай 5 2019 году они могут быть с разным количеством ядер с разными количеством потоками с разными фишками и мощностью поэтому необходимо больше смотреть на спецификацию процессора а не на данную маркировку но самое важное если мы выбираем компьютер то просто за правило чем выше цифра после буквы ай тем производительнее и технологичнее процесса можно поделить на подгруппы ай 3 бюджетное решение для потребительских задач ай 5 процессоры среднего ценового сегмента для полупрофессиональной работы а 7 и 9 топовые процессоры для профессиональной работы ксионы ну ты чувак крутой нахрена ты смотришь этот ролик ты и так в этом во всем шаришь но вкратце это уже не топовые а максимальные процессоры для самых ресурсоемких приложений далее идет самая первая цифра поколение процессора чем цифра выше тем технологичный процессор и более навороченный далее идет числовое обозначение конфигурации или по-другому говоря артикул и вот тут очень важно обращать внимание как раз на цифры и смотреть описание процессора на сайте intel поскольку там будут написаны функции которые могут вам пригодиться ну и также это относится к буквенному суффиксу продукции один процессор поддерживает 4к 30 кадров а другой поддерживает 4к 60 кадров а третий вообще 120 кадров 4к поддерживает и вот эти мелкие пункты и фишки надо читать перед покупкой устройства с данным процессором далее я не буду расписывать все процессоры в отдельности так как это просто бесполезно да и у каждого свои потребности в линейке и поколении процессора но назову общие правила и буквы в линейке процессоров intel чтобы вы могли ориентироваться и понимать какой процессор у вас или что обозначает компьютер с процессором на который вы ориентируетесь если вы видите буквенный суффикс значит он означает следующее настольные пк к со снятой защиты от повышения частоты то есть с поддержкой разгона f требуется дискретная графическая система t оптимизированное энергопотребление 7 специальная серия или оптимизированная производительность зависит от поколения процессора р роман процессоры для настольного пк в корпусе bga 1364 для мобильных устройств с высокопроизводительным графическим решением c процессоры с разблокированным множителем в корпусе lga 1150 с высокопроизводительным графическим решением предназначенных для настольных пк для мобильных пк h высокопроизводительное графическое решение hk высокопроизводительная графика разблокированная g в комплект входит дискретная графическая система. Уииии, сверхнизкое энергопотребление. Y. Экстремально низкое энергопотребление. IHQ. Высокопроизводительная графика, 4 ядра. MX. Серия Extreme Edition для мобильных ПК. X. Высокопроизводительные процессоры. B. БГА-упаковка. M. Для мобильных ПК. Q. 4 ядра. Поэтому при соединении двух букв получаем MQ или QM. Четырехъядерные процессоры для мобильных ПК. Резюмируем. Мы должны обращать внимание на следующие показатели процессора при выборе. Первое. Количество ядер, потоков и поколения процессора. Это важно. Второе. Его непосредственно тактовую частоту. Третье. Кэш-память, особенно третьего уровня. Четвертое. Расчетную мощность или по-другому потребление в ваттах. Ну и последнее. Это номера с суффиксами. Поскольку именно в этой мелочи нам показывается суть процессора, который мы можем изучить на сайте Intel. Ну и небольшой вам подарочек по компьютерам Mac. Я разбил актуальные модели компьютеров Mac по комплектации начиная с 2013 года на 4 группы. Любительский уровень, полупрофессиональный уровень, профессиональный уровень и божественный уровень. В данной таблице будут указаны поколения компьютеров Mac и их порядковые номера для определения точной модели комплектации. Так что можете скачать таблицу в описании под роликом и использовать для своего анализа. Там все компьютеры от Mac Mini до iMac Pro. Счастливо, друзья!